В холле гостей встречает охрана, но документы не проверяют. Сегодня день открытых дверей. В ВУЗ спускают всех. В аудиториях уже полный аншлаг. Большинству гостей интересуются такими направлениями, как информационные технологии, экономика и морское дело. Есть желающие получить гуманитарное образование, но таких, по оценкам руководства ВУЗа, гораздо меньше. Я учусь в Иостоковском строительном колледже и собираюсь поступать в Иостоковский государственный университет. Какая специальность тебе интересует? Меня интересует связанное по финансам. Планирую пойти либо в экономическое, либо в строительное отрасль, но сюда приехал посмотреть, что здесь предлагают и что здесь может меня заинтересовать. У меня было много возможностей различных, и я собралась поступать все в НТУ. На данный момент все в ГУ. Перевод и переводоведение. В этом году университет примет на бюджет 1700 студентов. Это больше, чем в прошлом году, в разы, но ожидаемо. Основной севастопольский ВУЗ теперь стал больше в несколько раз. Еще в октябре прошлого года по распоряжению премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева он объединил 7 самостоятельных учреждений. Сейчас в составе университета 6 институтов. Политехнический, информационных технологий, кораблестроения, финансов, гуманитарно-педагогический, институт ядерной энергии и промышленности и морской колледж. В этом году это первый прием в Севастопольский государственный университет. Раньше прием был в отдельные университеты, которые были по городу. Есть в университете совершенно новые направления в образовании. Впервые в этом году будет открыт набор на специализацию технолог пищевой промышленности. Это направление новое не только для Севастополя, но и для всего Крыма. Подготовка специалистов, имеется в виду бакалавриат магистратуры по направлению технология продукции организации общественного питания, производится в Севастопольском государственном университете, который является единственным базовым учебным заведением, позволяющим подготовить специалистов по данному направлению в Крыму. В руководстве университета говорят о больших перспективах вуза. Учебное заведение планируют сделать одним из самых крупных в стране. Мы сами для себя поставили задачу создать университет будущего. То есть это означает, что мы хотим, вернее не хотим, а мы будем обучать тому, что будет востребовано через пять, через семь лет. Знакомить с основными направлениями работы вуза и деталями вступительной кампании продолжат вплоть до ее начала. Следующий день открытых дверей в Севастопольском государственном университете пройдет 17 мая. Олеся Бреленкова, Дмитрий Лилека, Севенформбюро. Спасибо большое.